Говорят, даже молодые заведующие кафедрами сидеют. Аккредитация – одна из сложнейших проверок для высших учебных заведений в Алтайском крае, развернулась по полной. Задача – проверить соответствие качества образования стандартом. Члены комиссии могут зайти в любой кабинет, спросить любого студента, заглянуть в любую бумагу. Никакими измерениями времени невозможно охарактеризовать тот процесс напряжения, который был в ВУЗе. Тот объем работы, который был сделан при подготовке, это почти два года. Общаться с журналистами Ирине Лазаренко теперь легко. Неделю назад комиссия сделала заключение – признать ВУЗ прошедшим аккредитацию. При этом ни одно из направлений подготовки закрыто не будет. У нас были риски, потому что такая тенденция по Российской Федерации есть, не аккредитуют непрофильные для данного ВУЗа, а у нас, например, это педагогический профиль, у нас педагогический ВУЗ, и непрофильными для нас является прикладная математика, прикладная информатика, туризм, физическая культура, лингвистика. Обратный пример был с политехническим ВУЗом в 2016 году. По итогам аккредитации здесь были закрыты все гуманитарные направления. Тогда Минобор и Рособорнадзор взяли курс на сокращение числа университетов и непрофильных для технических ВУЗов специальностей. Аккредитационные комиссии госзаказ выполнили. Судя по тому, как проходят проверки сейчас, приказа стрелять на поражение не было. Но проверка остается серьезным испытанием и итог непредсказуем. К примеру, в этом году Сибирский федеральный университет лишился аккредитации самого популярного направления – нефтегазовое дело. Когда с нами вчера беседовал эксперт, она приводила в Пример Новосибирский университет, в котором закрыли журналистов в одном из университетов. Эксперты от образования часто критикуют систему аккредитации, называя ее соревнованием по заполнению документов и предлагают новые формы проверки. Сегодня система государственной аккредитации прежде всего оценивает правильность оформления документов. Для прохождения аккредитации российскому новому университету пришлось отправить по почте около 100 килограммов документов. Оптимизировать процессы довольно легко, создав единую информационную систему. Эксперты предлагают перевести аккредитацию на цифровую платформу. Ранхикс уже опробовал такую систему проверки в тестовом режиме. В этом году электронно аккредитацию в качестве эксперимента могут пройти еще несколько вузов. Абсолютно объективно и такая система оценки не станет, но может исключить коррупционные схемы и бумажный коллапс. Андрей Дриер, Алексей Фризин. Наши новости.